Нарисуйте себе, пожалуйста, на этих ваших рисунках. Больше по размеру. Я говорила только что, давайте разберем это. Я не понимаю, насколько вы все это усвоили сейчас. Рисуйте на своих рисунках. Дополнительные зоны для питания трансплантата. А вот эти два шва по центру. Это я еще прификсировала к межзубным сосочкам дополнительно. Мне не понравилось, что он немножко у меня как парус такой подвисал. И прижатия было мне недостаточно. Я его еще двумя швами прижала просто. Это внутренние швы, которые... Да, резорбируемые. Резорбируемые, да. Это ультрасорб, который мы вчера сшили. Сиреневенький. Он потом становится абсолютно белый. Я одеваю увеличение, чтобы снять эти швы. Нарисовать вам еще раз, пожалуйста. Я не понимаю, вы поняли, что нужно делать? Все понятно. А зачем швы-то снимаете? Нет, я имею в виду... Снаружи это швы, я же снимаю потом. Нет, это явно про другое. Нет, я внутренние... Нет, конечно. Они же резорбируются. Я пользуюсь резорбируемым материалом, естественно, да. Только моно. У меня ультрасорб. Это наш завод питерский делает, линтекс. Мононити. На любую мононить резорбируемую вы можете применять. А можно здесь использовать, например, горизонтальный крестовидный, но только не... Ну и снаружи прижимы. Ага. Изнутри? Вы знаете, у меня там... Ну там делаем тоннель, и там можно же и как бы нитку. Вы имеете в виду сделать это вот так? Вот так, кстати, очень нужно. Ну, я понимаю ваше мастерство, но... Я думаю, что у меня может и не получится. Я уже старенький и вижу, как все хорошо. Вы знаете, в этой ситуации, если бы я вам предложила альтернативу сейчас... Это старая у меня работа. Кстати, могу сказать, что прекрасный результат. Это давно я делала. И вот уже сколько у меня прошло лет с этой работой. Я наблюдаю, что там ничего не происходит. Хотя мне в один голос все говорили, что это все идет обратно. Сейчас я покажу, как можно сделать. Вот разрезы. Вот это расщепленные зоны. Еще раз вам, да, их проговорю. Это вот сосочки. Хирургические. На размер трансплантата, который мы умножили на 2 от мертвой зоны. Биловторальный размер зоны расщепления равен размеру 2 от мертвой зоны. Да, с каждой стороны. Понятно, да, это? Понятно. Смотрите, еще раз. Не, непонятно. Я не вижу сознания в глазах. Трансплантат. Вот он. Ой, извините. Это привычка ширина. Свободный десневой депитализированный трансплантат при работе на имплантатах. Вы мертвую зону умножаете на 2 в аппроксимальных вот этих расщеплениях. Ну, давайте, например, вот эта мертвая зона равна 4,5 миллиметра. Ну, какой-то такой средний, да, диаметр абатмента и так далее. Пусть, ну, условно очень возьмем. Соответственно, на 4,5 вы должны уйти в каждую сторону. Да? Вы поняли то, что я вам написала? А теперь про шов. Я бы сделала, ну, помимо вот этого наш любимый заводящий, который мы вчера отработали, сделала бы тогда крестообразный, знаете как, не прошивая сам трансплантат, а смотрите, вот так, вкол в хирургический сосочек, под него, выкол здесь, потому что там есть ткань, там можно пройтись. Под трансплантат, над трансплантат. Над, вкол здесь, под, выход и завязались. Получается, у вас нитка-пот здесь, и нитка-пот здесь, а сверху вы прижали. Вы хотели такой, пожалуйста, делайте так. Нет, ну, я помню. Как вариант. Ну, да. Да? Согласны, что так можно сделать? Я, почему это делать надо во внутренней ране, да, как бы в нашей, потому что, если вы это сделаете отсюда, это бессмысленно. Согласны, ну, согласны же, он не прижмет. Вот это вот, да, вот это вот там будет, там будет болтаться под сгустком, потом начнет рассасываться густок, и образуются все просто вот эти мертвые зоны еще аппроксимально от абатмента или имплантата. Ну, и дальше все, сопоставление хирургического сосочка, расщепленного с анатомическим деэпитализированным доктора, те сосочки, которые у нас остались, вы помните, да, что разрез начинался выше анатомического сосочка, вот эту часть мы деэпитализируем для того, чтобы потом сопоставить два кровоточащих, две кровоточащие поверхности, для того, чтобы, да, правильная вот это была первичная рана. Какой? О, нет. Как называется этот шов, который мы сопоставляем хирургически с анатомическими сосочками? Кто вчера не спал, будем проверять. Никто не спал. Обвивной. 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 Нет, не горизонталь. Кисетный. Обвивной. Вот. Отлично. Гвойной, обвивной. Петлевидный. Кисетный шов. Все. И мы фиксируем сразу два сосочка с двух сторон одномоментно одним швом и затягиваем его. Вот так это выглядит. Следующий протокол. Следующий шов. Следующий шов. Да, субпериостальный. Субпериостальный и фиксация лоскута в новом положении. Вот здесь субпериостальным швом. С двух сторон. Ну вот это все ушито. Вертикальные швы мы ушиваем. На той фотографии нет, но это чтобы не было вопросов. Крестообразный шов. Есть. Просто там по ходу видно какой-то съемки была история. Это две недели. Это выглядело вот так. Это после снятия швов. Что? Грустно? Нет. Посмотрите. Вот это полтора месяца. Вот это три месяца. Почему грустно? Какая красота. У нас рецессия есть? Мягкотканный комплекс восстанавливается от 3 до 6 месяцев. Вы же тоже понимаете, что величина фотография дает детали, которые полуспирталь не видно? У меня в телефоне в мобильном есть фотография, как она выглядит сейчас. Покажи. Ну я покажу. Я покажу, покажу. Нет, это не вопрос. Ну вот на первой фотографии сосочки, конечно, полуно же нет. Они все вырастают. Вы не знаете, сколько растет сосочек? 6 месяцев? Почему вы все хотите какой-то это? Это не кошки? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Компинга Корректор А.Кулакова Продолжение следует...